И на сайте, чтобы прям картинка прилегала к нижней границе, если у вас не прилегает, то также в общих настройках, вот здесь вот есть column position, стрелка вниз, button, apply, save, и вот сейчас картинка у меня как надо. Теперь с задним фоном, не должным образом он настроен, потому что картинка увеличена, давайте поработаем с задним фоном, она не должна быть такой увеличенной, также переходим вот эту фиолетовую шестереночку, общая секция, далее переходим в style, background, там где мы заливали картиночку, size, выбираем, это третий вариант, вот как раз она мелко выглядит, то есть так она у нас и выглядела. Давайте посмотрим, сохранимся прямо на сайте, вот это уже что-то похоже, она у нас ярко выраженная, у меня на сайте она еле видна, поэтому я предлагаю сразу сделать overlay, наложение, прокручиваем ниже, здесь есть background overlay, выбираем, background overlay есть normal и hover, то есть и при наведении можно мыши менять. У меня overlay белым цветом, здесь белого мы не видим, есть такая иконочка, кликаем, выбираем здесь белый цвет, и делаем opacity, прозрачность, то есть у меня это едва видный такой фон, 0.96 в принципе сделаем. И apply, save, пойдем на сайт, обновимся, вот видим, что у нас такой фон уже очень похожий, как у меня на сайте. Дальше нужно повесить заголовок, описание, еще один текст и кнопка, которая ведет у меня вниз. Кликаем по плюсу второй нашей колонки, выбираем с вами плагин heading, заголовок, да, прописываем здесь свой заголовок, у меня это школа Федора Васильева, заголовок первого уровня H1, мы его здесь уже видим, ссылка на заголовок, если надо, можете повесить. Да, если ссылку вешаете, вот здесь вот не забывайте, здесь open in window, открыть в новом окне, можно ссылку и add no follow для поисковых систем, то есть если вы вешаете чужую ссылку, не хотите, чтобы поисковые системы переходили по ней, то можно поставить еще галочку add no follow. Но я не вешаю галочку, здесь я ссылку не вешаю вообще на заголовок. Давайте перейдем в стили, можно выбрать размещение данного текста где. Нажмем Apple, у нас колонки равны, изначально я немножко неправильно сделал, а получается, что вот за это вот три точки мы можем так подтянуть. Картинка становится меньше, но у нас заголовок школы Федора Васильева в одну строчку показывается, да. Здесь что еще можно сделать, если перейти вот в общую секцию в настройки, здесь можно выбрать, смотрите, custom. Если мы выбираем, то ширина нашего каркаса 1140, мы можем, так сказать, сделать большую ширину, например, 1600 и нажать Apple. Тогда у нас заголовок будет умещаться, то есть мы сделали как бы каркас более таким широким. Нам требуется заголовок, описание, кнопку повесить где-то посередине изображения, да. Скажем, у меня это немножко, ну, наверное, так и есть. Здесь есть два варианта. Либо мы отступами двигаем всю эту конструкцию, либо здесь вот у зеленой нашей вот этой секции, да, есть шестереночка тоже своя, настроечки. Заходим, и вот здесь вот видите, есть классная опция, выбираем по центру, и у нас текст получается по центру. Картинки, давайте прямо на сайте обновимся и посмотрим. Учитывая, что здесь сейчас добавится текст, и заголовок он визуально все равно поднимется чуть выше. Как добавить текст? Нажимаем, наводим мышц на наш заголовок, плюсик, нажимаем плюс, и здесь мы находим текст. Выбираем. Видим, ниже поместился текст. Здесь вставляем наш текст. Можно очистить форматирование, если вы его откуда-то скопировали. Изначально видим, что у нас под заголовок маленького размера. Давайте перейдем к стиле, кликнем типография. Первое, что меня интересует, это размер. Size, это здесь. Пиксели. Обнаст Perфinal,